В каком сейчас состоянии, просто чтобы себе представить, бюджет 2010 или вот ни в каком все ждут окончания президентских выборов? Состояние не просто плачевное. Я, работая с бюджетом 8 лет, я не помню ситуации, когда правительство просто бы не владело макроэкономическими параметрами, не понимало, какую политику экономическую, социальную формировать в бюджете следующего года. Мы живем даже без текущего бюджета, который не пересматривался по требованиям, которые выписаны в законодательстве 1 апреля, еще должны были пересмотреть основные параметры. То есть правительство финансирует все в ручном режиме. Фактически правительство решает, сколько средств дать тем или иным регионам, как профинансировать те или иные программы. Но психология чиновника такова, что ему, получая средства и распределяя их, выгодно только делать то, что дает ему отдачу, что идет в виде отката ему в карман. А не то, что требует сегодня решения коммунальных проблем, проблем обеспечения сегодня инновационных программ, которые касаются сельского хозяйства. Вы знаете, я проведу пример на дне работника сельского хозяйства. За последнее время встретился премьер-министр и президент. Им было важно своим присутствием каким-то образом, скажем так, напомнить о себе. И встретились они практически в одном зале. Так вот, на все заверения, которые высказывала Тимошенко, фактически впервые, наверное, для нее она не ожидала, что просто зал от негодования начал свистеть. Не воспринимать, когда она начала перечислять, сколько она сделала для села, люди ощутили, что это просто, знаете, лицемерие и вранье. Что фактически сегодня, имея такой огромный потенциал в агропромышленном комплексе, Украина не способна даже обеспечить нормальными условиями и обеспечить продовольствием собственную страну, собственное общество. Кстати, как вы считаете, такой вопрос, он политически непростой, но, тем не менее, стоит ли, возможно, Украине провести ревизию тех условий, на которых она сейчас находится в ВТО? Тем более, есть прецедент, вот Дахийский раунд уже много лет продолжается, когда Индия и еще ряд стран, Бразилия, предъявили претензии ведущим странам, что несправедливая система ВТО, что большие страны нарушают эти условия, заставляя более слабые им следовать. Ну, справедливо нужно напомнить, что мы выступали против таких поспешных решений, и они ведь основывались только на одном, чтобы Украина вступила в ВТО раньше России, хотя мы говорили, что необходимо согласовать общую позицию и для себя получить лучшие условия и преимущества, потому что на тех кабальных условиях, я думаю, что это в первую очередь ощутили наши производители. Когда мы ограничили возможности закрыть свой внутренний рынок потребления и фактически открыли для некачественного импорта, который абсолютно не позволяет нам, нашим предприятиям нормально работать. Я думаю, что очень много совершено не просто ошибок, а серьезных проблем, которые, безусловно, в ближайшее время необходимо исправлять. Но для этого еще раз хочу сказать, нужно кардинально обновить власть, надо изменить логику деятельности власти, нужно определить для себя те приоритеты и принципы, на которых будет все-таки строиться перспектива развития государства. И понимание того, что общество сегодня ждет не просто очередных лозунгов и деклараций, а конкретных действий. Что тот ресурс доверия, который был пять лет назад в оранжевой власти, он не просто исчерпан, он сегодня говорит об одном, что люди не только потеряли надежду, но и увидели реальную сущность тех, кто пришел во власть благодаря их поддержке. Валерий Ильич, у нас минутка остается. Очень коротко, на что рассчитывать, ну когда-то очень мощному, а сейчас находящимся в таком полуразваленном состоянии, военно-промышленному комплексу Украины при президенте Януковича? При президенте Януковича? Может быть он и полуразвален, но миллионы людей с ним связаны. Вы правы. Я недавно презентовал наш военный блок, он касается не только вопросов обороны армии, но и развития ВПК, патриотического воспитания. Я думаю, что мы изменим не просто структуру оборонного бюджета, но и каждый год при утверждении оборонного бюджета будет четко определен объем финансирования предприятий ВПК для разработки и производства новых образцов военной техники. Я думаю, что наша программа, которую мы представили, способна вернуть позиции как основного экспортера, чтобы Украина за несколько лет вошла в пятерку мировых экспортеров оружия. Мы должны понять, что у нас колоссальный потенциал, конструкторская база, которая может обеспечить нормальную интеграцию, если она будет построена в рамках военно-технического сотрудничества, в том числе и с Россией, которая сегодня просто развалена. Я думаю, что для нас важно не просто обеспечить нормальные условия для развития современной эффективной армии, но и создать предпосылки для того, чтобы вооруженные силы Украины давали определенный ресурс стабильности государству. Чтобы у нас не было голодных и раздетых офицеров и солдат, чтобы мы понимали, что все любые попытки, которые касаются незаконного отчуждения имущества военного, приватизации объектов или продажи земли должны пресекаться, чтобы все эти средства шли не только на армию, но и на решение социальных проблем военнослужащих. Тогда будет, поверьте мне, нормально. И политика экономического развития, обеспечения сегодня тех принципов фундаментальных, которые есть и у нашего кандидата, и у партии регионов, они позволят очень в короткий период, поверьте мне, решить все те проблемы, которые создала эта власть. Чтобы подобного в Украине уже не повторилось. Ну, будем надеяться, что это действительно произойдет быстро, потому что, к сожалению, люди уже достаточно долго ждут. И понятно, что и с новым президентом, у которого будет аванс доверия, но срок под этот аванс, понятно, будет небольшой заложен. Это объективно. Люди будут хотеть быстрых результатов. Я с вами согласен. Ну, а на этом наша программа добегла к концу. Это была вечерня кава с Дмитрием Жангировым и мой гест, народный депутат Украины от партии регионов Валерий Коновалюк. Дякую, на все доброе. Всего доброго.